добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги партнеры как меня слышно видно последней композиции которые услышали с алю это привет рад вас видеть на вебинаре который у нас сегодня посвящен презентации компании skyway capital постараемся провести его динамично уложиться минут 45 как говорится академический час да как школах так половина пары в институте потому что нас сегодня длинный день сейчас будет вебинара через два с половиной часа в москве начнется живая презентация на которой ожидается ну скажем так приход гостей людей которые приходят узнать первый раз о возможности которые мы рассказываем на которой мы с удовольствием делимся вот на презентациях москве как правило несколько человек уходит очень довольны потому что они уходят призами розыгрыши лотерей который нас проводится каждый раз и сегодня будет то же самое наши вебинары которые вы смотрите кто-то чаще кто-то реже в принципе они ориентированы на людей новых людей до чтобы если вы являетесь нашими партнерами могли приглашать на данный вебинар и потенциальных партнеров чтобы они могли получить информацию любите сразу переваривать ее до либо задать какие-то вопросы потом обратиться к вам если они получат ответы на свои вопросы возможно принять решение стать инвестором в проекте который в свое время организовал анатолий дарыч юницкий со своими соратниками да и дальнейшем чувствовать себя в нескольких направлениях хорошо первая из них это финансовая сторона опроса да то есть вы можете стать совладельцами ближайшем будущем крупнейшей транспортной компании вот транспортной технологии которая по предположению генерального конструктора технологий натуре дарыч юницкого займет по 30 до 50 процентов всего мирового транспортного рынка это очень очень серьезный день плюс ко всему моральная составляющая то что вы можете принять участие в крупном проекте который не пройдет мимо вас вам будет чем гордиться потому что вы можете приложить скажем так свои физические моральные духовные усилия помочь нам в реализации нашей технологии выведение в свет на мировой транспортный рынок и выйти из составляемой компании которыми вы можете владеть на рынок инвестиций на мировые финансовые рынки все зависит в принципе от вас как говорят англичане it depends on да и дальше добавляет от чего это зависит итак друзья презентация как правило состоит из двух частей первая из них посвящена непосредственно технологии краткой истории развития струнных технологий потому что как правило мы посвящаем время в основном транспортной технологии да то есть транспорта второго уровня новый инновационной транспортной технологии который разработал hematalia дачу ницкий но струна технологии это немножко более широкий спектр применения да это помимо транспорта еще и строительства высотных зданий инфраструктурным сооружения зданий коттеджного типа это строительство струнных портов которые могут строиться на естественных глубинах и они могут быть вынесены скажем так в акватории морей рек точнее озер океана да далее это стройительство мостов по струны технологиям взлетно-посадочных полос аэропортов аэродромов то очень актуально для такой страны например как россия возможно канада да там есть большое количество северных широт и использование струнных технологий при строительстве взлетно-посадочных полос это в два-три раза уменьшает количество используемого материала и надежность скажем так и долговечность данных сооружений будет где-то в два-три раза выше чем то что мы имеем сегодняшний человек который все это дело родил своей голове да может быть некрасиво сказано тем не менее вы его сейчас видите на экране анатолий дар чиницкий родился на территории советского союза на территории бывшей белорусской советской республики до сегодня это страна под названием беларусь в гомельской области первое образование которое он получил был инженер транспорта он занимался своей жизни разными скажем так делами занимался бизнесом занимался научной деятельностью конструктором работал да то есть у него порядка 140 изобретений различных целом ряде направления развития промышленности сельского хозяйства за время реализации скажем так создания своей технологии он руководил дважды организации точнее проектами организации обменных наций то есть получал гранты на развитие технологии от этой структуры эксперты он давали заключение оценки касаемой технологии и он выделял денежные средства одна из первых структур которая заметила да то что эта технология может быть перспективной она может быть использована территории советского союза была федерация космонавтики ссср членом которой анатолий дарвич стал 80-х годов прошлого столетия восемьдесят в этом году на территории республики беларусь по моему восемьдесят в этом году прошла международная конференция научно-практическая конференция по внеракетному освоению космоса вот и там речь уже шла и о струнном транспорте о струнных технологий в том числе то есть эта часть большой идеи сегодня мы больше конечно говорим о транспортной технологии и как говорит анатолий дарвич уницкий когда мы реализуем коммерциализируем данную технологию к нему придут деньги позволяющие скажем так дальше двигаться направлении вне ракетного освоения космоса мы с вами знаем четыре транспортные системы которые используют повседневно это автомобильный транспорт железнодорожный авиационный транспорт да воздушный и речной речной морской известен людям уже несколько тысяч лет да то есть люди перемещались на своих судах больших или маленьких достаточно давно то есть кто помнит скажем так войны которые велись еще до нашей эры там уже были галеры там уже были корабли парусные и так далее тогда соответственно лодки и прочие суденышки появились очень давно немногим скажем так более молодыми транспортами является железной дороги это 19 век да и в двадцатом веке у нас появились две транспортные системы две технологии автомобильная и воздушная сегодня мы это все используем с большим удовольствием абсолютно не обращая внимание да куда к чему нас это все ведет потому что все эти виды транспортных систем нельзя назвать абсолютно безопасными нельзя назвать абсолютно комфортными дешевыми экологически чистыми тогда и недостатки данных транспортных систем данных технологий как раз таки устраняет технологии разработанные низким ситуация технократическая скажем так революция которая приводит нас все ближе и ближе к той ситуации, когда экология, скажем так, и все живое на Земле может через какое-то время прекратить существовать, ее можно повернуть спять. Пока еще не поздно, как говорит Анатолий Дарченицкий, но еще 2-3 поколения в таком режиме использования ресурсов планеты и выбрасывания гадости в атмосферу может привести к необратимым последствиям. Чтобы всего этого не случилось, кстати, транспорт тоже в этом играет большую роль, и разработана технология Анатолия Дарченицкого. Что хотелось бы еще отметить. Три высших образования, которые имеет Юницкий, это инженер транспорта, патентное право изобретательства и строительства, проектирования высотных зданий, инфраструктурных сооружений, сегодня он использует на практике свои технологии. Как я говорил, у данной технологии по отношению к четырем привычным нам транспортным системам, транспортным технологиям существует большое количество преимуществ. Раньше мы подробно останавливались на данном слайде, говорили по каждому этому преимуществу. Сейчас, наверное, благодаря тому, что у нас появился ролик, хороший ролик, качественный ролик, не так давно. Мы, в принципе, недолго зависаем на данном слайде. Вы можете посмотреть, сейчас прочитать, какие преимущества по отношению к четырем транспортным системам есть у технологии Skyway. А я же пока вам включу ролик, в котором рассказывается и о технологии, и о истории краткостронных технологий. Хотя в меньшей степени мы об этом с вами буквально две минуты поговорим. И даже говорится о том, чем занимается компания Skyway. Поэтому я вам желаю приятного просмотра. После этого ролика я снова выйду на связь. Немного осталось людей, которые бы совсем не слышали о Skyway. Однако даже те, кто что-то знает, полагают, что это нечто далекое, фантастическое, не имеющее лично к ним никакого отношения. Мы расскажем о технологии Skyway и ее применении, чтобы всем стало ясно, что это дело касается каждого из нас. Что же такое Skyway? Это проект транспортной системы, основанной на применении рельсов особой конструкции, располагающихся над землей. По сути, это похоже на метро, только не подземное, а надземное. Именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете. Существующая транспортная система – это самое опасное изобретение за всю историю. Она убивает человека, разрушает почву, загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами. Поднятие путевой структуры над поверхностью Земли исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами. И позволит обеспечить максимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру. Транснет станет не только транспортной, но и коммуникационной сетью, по которой эффективно, безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры, грузы, энергия и информация. Поэтому сеть Транснет будет настолько эффективной, что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности. Струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями стандартами ООН, ЕС и Российской Федерации. И Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию струнного транспорта Юницкого инновационной, перспективной и поручило совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию. Создателем струнной технологии, положенной в основу Skyway, является ученый-изобретатель Юницкий Анатолий Эдуардович. Почти 40 лет он работал самостоятельно. Но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом, на базе группы компаний Skyway было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие. Сегодня здесь работает около 170 конструкторов, дизайнеров, архитекторов, и штаг предприятия постоянно увеличивается. Разработано 4 вида транспорта – легкий, городской, грузовой и высокоскоростной. Городской Skyway комплекс – это рельсо-струнная транспортная городская эстакада, юнибус, транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной. Высокоскоростной Skyway комплекс – это высокоскоростная междугородняя рельсо-струнная транспортная эстакада, высокоскоростной междугородний подвижной состав на стальных колесах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Грузовой Skyway комплекс – это рельсо-струнная транспортная эстакада. Грузовой подвижной состав «Юникар» и инфраструктура, включающая автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы. Может быть подвесным и навесным. Легкий транспорт «Юнибайк» – минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии. Первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии SkyWay «Экотехнопарка» и осуществить сертификацию. «Экотехнопарк» – действующий промышленный образец технологии SkyWay. В нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов. В конце 2016 года в Берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем «Иннотранс», участником которой являлась наша компания. На выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава SkyWay – «Юнибус» и «Юнибайк». Также на нашем стенде можно было увидеть мотор-колесо и охранный модуль, который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Выставочный стенд SkyWay стал одним из самых популярных на выставке «Иннотранс-2016» и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов. По общему мнению специалистов из разных стран, все представленные технологии являются инновационными, уникальными. По мнению Криса Принципи, американского финансового эксперта и владельца журналов Financial IT и FinFuture, технология SkyWay может стать своеобразным интернетом транспортной сферы, соединив в себе не только передовые инженерные наработки, но и важные инструменты влияния на социальную сферу. Улучшение финансового положения граждан за счет снижения стоимости грузовых и пассажирских перевозок. Выставка «Иннотранс-2016» ознаменовалась рядом важных встреч, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний, работающих на рынке транспортных услуг. По словам заместителя генерального директора по развитию SkyWay Виктора Бабурина, заинтересованность проявили представители индийской железной дороги, делегации из Катара, Германии, Филиппин и других стран. По итогам выставки можно с полной уверенностью заявить, что транспортный мир принял небесные дороги Юницкого и в скором времени дороги SkyWay начнут строиться по всему миру. Многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологии уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы будет осуществлено на территории университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краундинвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания SkyWay Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером-совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта SkyWay работа была разбита на 15 этапов от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и, соответственно, уменьшает размер венчурной премии бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте SkyWay, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы! Станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого. Итак, друзья, вот такой ролик, который показывает, что из себя представляет технология Емитского. В этом ролике даже сообщается о целом ряде мероприятий, которые прошли не так давно. И в каких мероприятиях приняла участие группа компании SkyWay, специалисты нашей компании. Буквально кратко. Опять же слайд, который обычно у нас, где-то года полтора назад, занимал добрую треть, наверное, вебинары, да, это история струнных технологий. Как вы слышали в ролике, мы сегодня находимся на этапе привлечения инвестиций с целью финансирования строительства Эпотехнопарка. Это четвертый этап струнных технологий, если начинать с 1977 года. С момента первой подачи, скажем так, заявки на изобретение Анатолием Ударальевичем Немницким. На первом этапе был проведен целый ряд своих работ, которые необходимо было провести. Это первая научная публикация, первая заявка на изобретение, то, что я сказал. Получение гранта Советского фонда мира на развитие технологий. И первая международная конференция, которая, как я уже говорил, прошла на территории Республики Беларусь нынче. Тогда это было в городе Гомеле, то есть территории Советского Союза. Второй этап был с 1995 по 2000 год. И много времени у Юницкого заняло испытания и продувки в аэродинамической трубе с целью придания наиболее обтекаемой формы будущему подвижному составу. Это в первую очередь касалось высокоскоростного SkyWay. Тот, который у нас планируется будет передвигаться со скоростью 500 и выше км в час. Вы слышали в ролике, что три транспортных сегмента будут затрагиваться нашей технологией. Это грузовой SkyWay со скоростью до 120 км в час, высокоскоростной до 500, международный, междугородный. И городской транспорт, который может передвигаться со скоростью от 50 до 150 км в час. На втором этапе также были продемонстрированы уже действующие физические модели, которые показали, что данная технология имеет место быть, жить. То есть если в моделях это можно реализовать, соответственно, это можно реализовать на практике. Был получен первый грант организации обменных наций, по сути, на бумаге, скажем так, отработанном технологии первого поколения. Третий этап был важен тем, что Юницкого в подмосковном городе Озера, благодаря содействию губернатора Красноярского края на то время был Александр Любить, появится свой испытательный полигон, тестовый участок, на котором как раз-таки технология была показана миру. Потому что именно в это время целый ряд международных делегаций посещали этот полигон, целый ряд экспертов, структур, которые имеют отношение к науке, технике и транспорту, в первую очередь посещали данный полигон, видели испытания и давали свои экспертные оценки, почему данный транспорт перспективен, почему у него такое количество преимуществ, отношение к используемым транспортным системам. В это время Анатолий Дарчуницкий принимал участие в большом количестве мероприятий, посвященных транспортной тематике, то есть выставки, форумы различные. В это же время, благодаря поддержке губернатора Ульяновской области, технология была представлена Дмитрием Анатольевичем Медведевым. В 2010 году он был президентом Российской Федерации. То есть это был госсовет, на котором присутствовали все губернаторы всех регионов России, министры профильных министерств, администрации президента и так далее. Во время существования полигонов в подмосковном городе Озеры, то есть целый ряд центральных телевизионных каналов, региональных телевизионных каналов рассказывали о технологии Юнистского. Были тематические передачи, в прессе печаталась, то есть в различных газетах, в журналах выходила информация, что в Российской Федерации существует такая технология, их планы, скажем так, реализовать на территории России. Плюс ко всему, во время существования полигона был подписан целый ряд государственных контрактов на строительство дорог. Как говорит Анатолий Дарчуницкий, те контракты никто не отменил. То есть всегда можно к договору, который, скажем так, не оговаривал, когда заканчивается сроковое исполнение, написать дополнительное соглашение, если это будет востребовано, и поднять эти документы, доработать уже, скажем так, в современном виде, потому что тогда речь шла о втором поколении технологий, сегодня речь идет о четвертом поколении технологий струнного транспорта. К сожалению, генеральный конструктор Анатолий Дарчуницкий планировал построить дорогу от Озера до Москвы протяженностью более 100 километров, но не сложилось, как говорится. После Госсовета было дано распоряжение Минтранцу Российской Федерации изыскать около миллиарда рублей на развитие данной технологии, но, в принципе, девятый год, кто-то из вас помнит, наверное, хорошо, это, скажем так, год после крупного, точнее, когда мир начал выходить, пытаться встать на колени с лежачего положения после кризиса, который заразился, по сути, на территории всего Семного Шая, Медведев сказал, что если найдете деньги, пожалуйста, занимайтесь своей технологией. И вот в течение недели, к сожалению, после того, как было дано распоряжение, изыскать деньги чиновникам, полигона в подмосковном городе Озера не стало. Но мы уже говорим о четвертом этапе, мы сегодня привлекаем инвестиции посредством площадки краудинвестинга, где Веницкий обратился к таким людям, как вы, просто к физическим лицам, с предложением стать владельцами части долей компании, потому что технология была оценена независимыми европейскими компаниями, у которых есть на эту лицензию, в сумму свыше 400 миллиардов долларов США, и на основании интеллектуальной собственности суммы оценки была зарегистрирована компания. Сегодня Веницкий делится с любым человеком, частью долей в этой компании, и пока еще есть возможность стать совладельцем этой технологии, поэтому у каждого из вас есть шанс поделиться информацией с людьми, которые вас окружают, помочь им улучшить финансовую сторону жизни, помочь нам реализовать технологии, стать успешным человеком, то есть здесь очень много выгод, о которых мы с вами сейчас еще поговорим. На данном слайде вы видите структуры, неполный перечень структур государственных, которые давали оценки по технологии, свои экспертные заключения во время существования полигона в Озерах. Ну, это институт проблем транспорта Российской академии, но в Сибирской отделении Российской академии транспорта, Российская инженерная академия, про ООН мы уже с вами говорили, Петербургский госуниверситет, такие сообщения, и еще целый ряд организаций, которые приезжали, смотрели на полигон, видели, как проходили испытания, и давали свои заключения. Было получено порядка 50 патентов на ноу-хау, которые в Минске используют в своей технологии, и на целом ряде международных форумов, посвященных транспортной тематике, было получено порядка 40 международных призов, наград, золотых медалей, кубков. Это был 2014 год, и еще одним важным моментом в 2014 год было то, что помимо начала привлечения инвестиций в январе, то, что в городе Минске после международной конференции, которая прошла в мае, в 20-х числах, было открыто наше научно-конструкторское предприятие, и появились первые конструкторские кадры. И по сути, 2014 год мы только занимались привлечением инвестиций, а люди, которые стали появляться в наших КБ, начали заниматься разработкой технической документации с целью дальнейшего строительства тестового полигона, еще одного тестового участка, мы так называли, для того, чтобы продемонстрировать, что из себя представляет транспорт недалекого будущего уже, сертифицировать его, и выйти на мировой транспортный рынок, на мировой рынок инвестиций и сдалями компании. У группы компаний SkyWay, как было сказано в ролике, есть 15-этапный план реализации данной технологии, с 2014 по 2017 год, и в планах нашей компании к концу 2017 года сертифицировать все три направления, и уже приступить после этого к строительству дорог в целом ряде регионов мира, благо сейчас с каждым днем, с каждой неделей появляются все новые и новые потенциальные адресные проекты. 2015 год стал ключевым и переломным, именно в 2015 году компания определилась с участком местности, на котором сейчас полным ходом идет строительство. Это было в начале января, а в июне месяце мы получили этот участок в пользование на долгосрочной основании, долгосрочной арендой. То есть на аукционе, который состоялся 22 июня в Республике Беларусь, данный участок земли был закреплен за компанией струнной технологии, генеральным директором, который является наш генеральный конструктор Анатолий Дарович Юницкий. Это была территория бывшего тамкодрома недалеко от города Марина Горка в Пуховичском районе Минской области. Там сейчас идет строительство. В июле месяце были проведены первые работы на территории экотехнопарка, субботник по наведению порядка, уборке лишнего мусора, изыскательские работы, и в августе началось строительство того, что сейчас строится. А в планах, как я уже говорил, построить три трассы. Это городская, грузовая, высокоскоростная, и еще есть легкая трасса, юнибайки, идея, которая, скажем, родилась в процессе реализации технологии уже, скажем так, после 2014 года. Что еще хотелось бы отметить? В 2015 году состоялось важное событие. Это старт работы компании Skyway Capital 24 февраля 2015 года. Целый ряд переговоров в различных регионах мира о, скажем так, дальнейшем сотрудничестве в планах реализации технологии на территории Южной Америки, на территории Аравийского полуострова, в первую очередь, в Дненных Арабских Эмиратах. То есть сейчас арабские партнеры внимательно следят за тем, что происходит на территории этих компаний. Далее, в сентябре специалистами нашей компании был получен так называемый международный индикационный код ценной бумаги. То есть, в принципе, эта процедура проходится теми компаниями, которые планируют в дальнейшем выходить на различные крупные международные биржи. То есть код у нас получен. Будем ли мы выходить, скажем так, сразу же в 2017 году, либо позже, уже специалисты нашей компании решат, потому что нам часто задают вопросы, мы раньше говорили про IPO, но, как правило, процедура IPO – это процедура, которая делается для того, чтобы привлечь большой объем инвестиций в реализацию проекта. Сегодня у нас деньги идут, сегодня появляются потенциальные заказчики, которые готовы могут, готовы платить свои деньги на строительство дорог. Соответственно, пока там триллионные какие-то, многомиллиардные вливания нам сейчас, в принципе, не нужны, но, тем не менее, инвестиции, которые пришли к нам посредством краудинвестинга, они нам сейчас помогают как раз-таки реализовывать работы, которые предусмотрены на каждом этапе, как я вам сказал, их 15. Сегодня мы перешли на восьмой этап. Вы видели в ролике, что по мере перехода с этапа на этап, выполнение тех работ, которые необходимо выполнить, снижается венчурная премия, но и снижается риск. Соответственно, люди, которые приходят сейчас, они рискуют гораздо меньше, чем те, которые принесли свои первые деньги в конце января 2014 года, вживую еще тогда, там на бумаге что-то записывали. Сейчас это все делается в электронном виде, благодаря целому ряду платежных систем. И выходя из дома, вы можете стать совладельцами пакета долей компаний и в дальнейшем получать всю информацию о развитии нашего проекта. Что еще было замечательно в 2015 году, то, что в сентябре же месяце приезд Рода Хука, который вы видели в ролике, который именно тогда познакомился с юбийским, познакомился с технологией, принял решение развивать эту технологию на территории австралийского континента. Также в ноябре состоялась процедура, точнее в 2015 году состоялась процедура закладки нулевого километра дороги Skyway возле города Марьино-Горки, вы видите это на данном слайде. Это было 17 октября и в эту же дату прошла международная конференция на территории города Минска, на которой присутствует несколько десятков наших инвесторов, приезжавших высадить первые деревья на территории технопарка. Сегодня там целая аллея и фруктовых деревьев, и не только. Далее, в конце ноября 2015 года руководство компании приняло решение о создании нового инвестиционного продукта, то есть привлечении инвестиций посредством рассрочки. Любой человек сегодня может проинвестировать незначительные деньги ежемесячно, а на выходе получить серьезный пакет долей компании. Серьезный доход в виде тех долей компании, которые он будет владеть. Потому что каждый из вас понимает, предполагаемая цена на сегодняшний день к 2017 году, каждая отдельно взятая доля, это 1 доллар США. По мере реализации дорог, по мере строительства в целом ряде регионов мира, вы понимаете, ценность технологии будет возрастать, она будет переносить пользу людям, соответственно, стоимость ваших пакетов будет только увеличиваться. То есть, возможно, это будет сначала полтора доллара за штуку, потом два и так далее. Есть расчеты людей, которые имеют прямое отношение к сфере финансов, которые занимаются финансовой грамотностью, вы можете найти их вебинаре предполагаемую стоимость акций компании Skyway в 20-м году, в 25-м и так далее. Но важно понимать, что сегодня у каждого из вас появилась возможность, которая была у людей в конце 70-х годов прошлого тысячелетия, прошлого столетия, извините, то есть 20-го столетия, которое у нас закончилось 16 лет назад фактически. То есть тогда в сферу коммуникаций начала прорываться технологии использования персональных компьютеров и интернета. И огромное количество людей, миллионеров, которые владели, скажем так, компаниями, выпускающими крупные вычислительные машины, крутили молодым людям и виска и говорили, что у вас ничего не получится, кому нафиг нужны ваши технологии. Соответственно, огромное количество людей сказало нету. К тому же Белудейцу, к тому же Стиву Джоксу, к тому же, скажем так, Майклу Деллу и еще большому количеству людей. Но были те, которые им поверили, которые поинвестировали денежные средства в их проекты, и сегодня эти люди очень хорошо себя чувствуют. Сегодня многие миллионы людей, там, свыше миллиарда уже, пользуются интернетом, компьютерами и так далее, и так далее, платят за эти программы, платят за интернет. Соответственно, благодаря этим людям, благодаря этим технологиям очень сильно изменилась жизнь. Появилось огромное количество новых специальностей. Благодаря, опять же, этим технологиям появились новые компании, которые развивают целые направления, связанные с технологиями интернета и так далее. Вот даже компания Мирополис, чей контент мы сегодня используем для того, чтобы мы с вами общались, тоже зарабатывают деньги посредством того, что они нашли свою небольшую нишу в большой-большой отрасли интернета, и ежемесячно люди им оплачивают небольшую абонентскую плату для того, чтобы можно было проводить подобные мероприятия, а они на этом зарабатывают деньги. И таких компаний очень много, благодаря одной технологии. В мире транспорта будет происходить то же самое. Если вы внимательно слушали ролик, то финансовый аналитик Крис Принципе сказал следующее. Я сравниваю технологию SkyWay в сфере транспорта, как технологию интернет в сфере коммуникаций. Только все у нас будет происходить быстрее. Нам не нужно будет ждать 10, 15, 20 лет для того, чтобы люди поняли, как это здорово. Потому что уже сейчас большое количество специалистов, посещавших выставки, на которых мы были, понимают, какова перспектива использования данных технологий. Также в ролике вы видели эти документы, которые сейчас отображены на экране ваших мониторов. То есть в 11 февраля 2016 года технологию Минтранс в России признают инновационные. Это было очень важное событие для нас, потому что мы, по крайней мере, два года нашей деятельности, два с небольшим, два на тот момент, испытывали, скажем так, насмешки, издевательства людей, которые считают себя пророками и правительствами, что у нас ничего не получится, что это какая-то пирамида, непонятно чем прикрываетесь и так далее. То есть Минтранс признал технологию инновационной, соответственно, хайповский проект, пирамида не может быть инновационной. Вы понимаете это, да? Дальше. Рабочая группа того же экспертного совета Минтранса признает через месяц, 25 марта, технологию перспективной для использования территории Российской Федерации. Сейчас за нами наблюдают внимательно из Минтранса Российской Федерации. В планах компании на этот год было построить грузовую трассу, городскую трассу Skyway. Начать приступить, скажем так, к строительству высокоскоростной трассы. Сейчас строится у нас легкая трасса Skyway. В начале года планировалось провести два крупных мероприятия, потому что в феврале мы получили приглашение от устроителей выставки крупного мероприятия транспортного под названием Минтранс из Евросоюза, из Берлина принять участие со своей технологией после признания, кстати, Министерством транспорта Российской Федерации технологией инновационной. Буквально в течение нескольких дней пришло приглашение. Компания планировала провести 23-24 апреля на территории Беларуси, на территории города Минска и на территории Экотехнопарка мероприятие под названием Экофестиваль, которое прошло с успехом. Было там порядка 700 с лишним наших инвесторов, которые своими глазами приехали посмотреть на то, что было сделано на тот момент. Мероприятие на транс, о нем достаточно подробно говорится в ролике. Здесь у нас буквально немножко фотографии, то есть тех людей, которые начинали, запускали работу на данном мероприятии. Важно отметить следующее, что компания SkyWake, точнее наш тенд вошел в 60 наиболее посещаемых стендов, которые были представлены на данном мероприятии. Буквально через несколько дней на территории Республики Беларусь прошло следующее мероприятие, в котором приняла участие наша компания. Это выставка под названием «Транспорт и логистика 2016» или «Белорусская транспортная неделя». С 4 по 6 числа в октябре месяца специалисты нашей компании, как и порядка 80 компаний из 9 стран, были представлены на данном мероприятии. Важной вехой было посещение нашего стенда министрами транспорта целого ряда стран. Я могу перечислить такие, которые точно знаю, это Беларусь, Польша, Литва. Был зам премьера Республики Беларусь на нашем стенде, пообщался с Анатолием Даровичем Миницким. Вы можете найти видеоматериал, где Анатолий Дарович представляет технологию, с кого мы планируем сделать. Передает документы и приглашает на демонстрацию транспорта на территории Экотехнопарка первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь. Помимо всего прочего, там были чиновники из Российской Федерации, бывшие, которые уже сегодня занимают посты, которые внимательно приглядываются к нашей технологии и в планах дальнейшее использование на территории Российской Федерации. На следующей же неделе, после Белорусской транспортной недели, прошел крупный Белорусский энергетический экологический форум, который состоялся там же в Манеже. Были представлены, скажем так, компании из 14 стан. Одной из них была компания струнной технологии, которая была представлена и на первом, и на втором белорусском мероприятии, как белорусской технологии. Кстати, на территории Инокранс она тоже присутствовала, как технологии Республики Беларусь. Так вот, министр энергетики Республики Беларусь пообещал Анатолию Дардовичу, тоже есть видео об этом. Всемирную поддержку, мы полностью будем вас поддерживать, то, что нужно, обращайтесь, это было сказано в ролике. Ну и важный момент, то, что после данного мероприятия, во время, точнее, мероприятия, осуществлен был опрос посетителей этого форума и большинство людей дали такую оценку, что самым интересным стендом был как раз таки стенд компании струнной технологии, который представляли компанию СТО. Параллельно проходило мероприятие под названием интеллектуальный транспортной системы в Австралию. То есть, в этом году данное, скажем так, мероприятие, оно международное, проходит уже не первый раз. Вот. И в этом году был отдан, скажем так, на откуп 23-й Всемирный Конгресс. Это в Мельбурне представлял нашу компанию Родхук, как представитель компании SkyWay в Австралии, да, и специалисты компании Ауркон. Они в июле месяце вместе с Родом Хуком посетили наше КБ и территорию Экотехнопарка и сейчас занимаются полным сопровождением, скажем так, с начала соответствия документации, тем стандартам, которые действуют в Австралии, да, в дальнейшем будут сопровождать внедрение нашей технологии на территории австралийского континента. То есть, специалисты данной компании принимали участие в разработке и строительстве самого высокого на сегодняшний и небоскреба, Гурш-Халифа в Эмиратах. То есть, это о чем-то бы говорить, да, то есть, специалисты этой компании работают в целом ряде направлений по реализации крупных инфраструктурных проектов и просто так в свое время не тратить. Мы раньше говорили и очень радовались о том, что вот наконец-то о нас где-то напечатали, да, то есть, еще я помню, весна даже этого года, перед экофестивалем, то есть, появилось новое, что вот Интерфакс про нас что-то сказал на радио Эхо Москвы, там в начале лета, да, прошла информация, что вот есть такая технология, даже был сделан опрос слушателей в тот момент, и 60% этих слушателей склонились к тому, что да, это перспективная транспортная технология, а не фейп и не хайп какой-то, да. Так вот, сегодня практически каждый день выходит информация о том, что на территории Белоруссии, то, что, скажем так, разрабатываются новые транспортные технологии, что есть технология SkyWay, что есть предприятия странной технологии и так далее, и так далее, и так далее. Ну, наверное, один из наиболее важных моментов, то, что после мероприятий на транс Крис Принципе принимал участие в крупном банковском форуме, посвященном банковской системе SWIFT, да, переводу денежных средств. Присутствовало несколько тысяч специалистов из огромного количества стран, и Крис Принципе распространили там три тысячи журналов, журнал FinFuture, которому он принадлежит, да, и там была статья, в которой рассказывалось о струнных технологиях Анатолий Дарович Емельского. Что еще хотелось бы отметить, рассказывать технологии, то есть буквально на наших, как бы, ресурсах данная информация не была выложена, но я специально уточнил у заместителя генерального директора по развитию, да, планируется развитие, скажем так, нашей технологии на территории Индии. И в одном из средств массовой информации Республики Беларусь, под названием MyFin, вот, вышла информация о том, что белорусское предприятие собирается построить дороги на территории Индии. Причем планируется 12-километровая дорога от города, в котором на сегодняшний день находится резидентка Далай-Лама. То есть там большой-большой поток туристов, вот, и наша компания сейчас ведет разработки, оценку, скажем так, местности, где-то в феврале 2017 года, к концу, уже будет полная картина, что, как, почему индусы готовы сами оплачивать все это. Это очень хороший потенциальный адресный проект. Ну, и, наверное, одна из самых свежих новостей. Вы, наверное, тот, кто следит за информацией, на прошлой неделе у нас росла информация о том, что закончилось монтаж рельсов легкой струнной трассы, да, а сейчас на буквально несколько последних дней идет возведение ферм, да, городской и в будущем высокоскоростной трассы Скайл. То есть все это сейчас происходит, все это делается. И что хотелось бы отметить еще. Коллеги, я сейчас поделюсь с вами экраном, вот, и хочу еще рассказать о пару мероприятиях, которые нас ожидают в ближайшее время. Просьба, когда мой экран сейчас загрузится, я нажму кнопку поделиться, да, чтобы вы поставили плюсики в чате, если вам это видно. Так, трансляция запускается, сейчас буквально несколько секунд и мы с вами пойдем дальше. Итак, я нажал начать трансляцию, вот, просто плюсики в чате, если она пошла. По идее должно случиться, потому что у меня пишет, что идет демонстрация моего рабочего стола. Так, друзья, первое мероприятие, которое нас ожидает именно в Российской Федерации, это транспортная неделя, так называемая, да, 2016. То есть она начнется 26-го числа, будет, скажем так, проведено несколько форумов, там конференции и так далее, и так далее. То есть будут общаться специалисты транспортной отрасли друг с другом. А с 20, точнее с 30-го по 2-го декабря будет проходить выставка в гостином дворе в Москве. Я вам сейчас показываю страничку, да, на которой вы можете зарегистрироваться на данное мероприятие, вписав организацию, которую вы представляете, чем вы занимаетесь, из какой вы страны, имя, фамилии, должности, указать свой e-mail. Дальше нужно будет ввести капчу, так называемую, видите, да, и отправить заявку. То есть ваши данные будут рассмотрены, и к вам на электронный почтовый адрес придет распечатанное такое приглашение, вы с ним придете, получите бейджик перед выставкой, да, и вот видите, что 30-го с 10 до 6-го числа, а 2-го декабря с 3-х часов дня до 18-ти состоится вот это мероприятие. То есть вы можете прийти на стенд, на котором будут находиться специалисты компании струнной технологии, работники нашего московского офиса, вот там будут продемонстрированы действующие модели, да, и там вы сможете и пообщаться, ну и в принципе где-то создать массовое посещение нашего стенда. Плюс ко всему еще одно мероприятие, которое у нас состоится уже в декабре, в личном кабинете каждого партнера, вы можете зайти в раздел события, да, выбрать международную конференцию Санкт-Петербург и здесь прочитать информацию о том мероприятии, которое у нас пройдет в субботу, воскресенье, в декабре месяце в отеле Holiday Inn. Вы можете прочитать, когда, что, во сколько будет проходить, да. Мало того, и из своего личного кабинета нажать кнопку «Купить билеты» там с основного либо с бонусного счета оплатить участие в данном мероприятии. Ну и плюс ко всему очень важное мероприятие, которое нас всех ожидает буквально в конце ноября месяца – это та демонстрация транспорта, который будет продемонстрирован на территории экотехнопарка. Мы ждем новостей, мы ждем в виде материалов оттуда. Так что у нас ноябрь, ну такой очень напряженный, и я считаю, что такой ключевой месяц этого года, да. Компания SkyWayTekity, о ней было сказано в ролике то, что ее основная задача – это привлечение инвестиций в реализацию технологий и цель этих инвестиций, да, финансирование, строительство экотехнопарка, финансирование каждого отдельно взятого этапа из тех 15-ти, которые у нас предусмотрены. Сегодня мы привлекаем денежные средства для реализации тех работ, запланированных на восьмом этапе развития технологий. Зарегистрирована компания в Великобритании, является официальным партнером, вы видели заключение договора в ролике между Юницким и Евгением Кудряшовым, который руководит компанией SkyWay Capital. По сути дела работаем на платформе краудинвестинга, так же как и то предприятие, которое начинало эту деятельность, да, привлекаем денежные средства на базе микрофинансирования. Цель – привлечь и задача, да, максимальное количество инвесторов, и, в принципе, возможность вхождения в наш проект через компанию SkyWay Capital – это действительно микрофинансирование, потому что вы сегодня можете инвестировать 15 долларов США и стать владельцами крупного пакета долей компании, и к семнадцатому, двадцатому потом году и так далее, чувствовать себя очень уверенно и очень хорошо. Потому что вы сможете иметь большой пакет долей компании, которые будут только расти цены. Далее. Задача, которую мы ставим перед собой – это создание благоприятных условий для каждого отдельно взятого инвестора, чтобы вы могли совпокойно разобраться в информации, чтобы вы могли задать свои вопросы, которые необходимо задать, чтобы вы могли, скажем так, разобраться с навигацией в личном кабинете. Если что непонятно, вы можете обращаться в службу технической поддержки, работающую 24 часа в сутки, и непосредственно по телефонам, которые у нас указаны на сайте, в отдел информационной поддержки в Москве, в котором работают квалифицированные специалисты, с удовольствием делящиеся с вами информацией обо всем, что вас интересует. О технологии, о развитии проекта, что из себя представляет компания Skyway Capital, как стать инвестором, как стать совладельцем далее компании, какие платежные системы использовать, как это все сделать и так далее. Было бы желание эти вопросы задавать и разбираться. Но, конечно же, наша задача – это обеспечить максимальную прозрачность ваших действий, наших действий и информировать вас обо всем, что происходит в развитии нашего проекта, что происходит в развитии компании Skyway Capital. У нас есть возможности для инвестиций, скажем так, на разные возможности, на разный кошелек. То есть мы не ориентируемся на какую-то отдельную взятую группу людей, которые могут проинвестировать сумму от и до. Пожалуйста, вы сами вправе выбрать тот пакет, который вам комфортно, потому что мы живем в те времена, когда, скажем так, не очень большое количество людей, но сегодня обладают большим количеством денег. Хотя, в принципе, так было во все времена, что существует в человечестве. Как я говорил, любой человек, проинвестировав менее тысячи рублей в Российской Федерации, может стать совладельцем пусть небольшого пакета, но все равно 30 раз большего по деньгам в итоге, чем то, что вы сегодня можете использовать для приобретения этого пакета. У нас есть третий столбец в таблице внутри личного кабинета под названием дисконт. Я его называю уровнем доходности по каждому пакету. На каждом последующем пакете, который стоит дороже 15 долларов, а вы видите, у нас есть 30, 60, 130, 200 и пошло до 150 тысяч. Уровень доходности по пакетам выше, чем в предыдущем. Вы слышали в ролике, что венчурная премия снижается при переходе с этапа на этап. И это справедливо. Те люди, которые инвестируют больше денежных средств, им предлагаются более выгодные условия по отношению, чем те, кто инвестирует на внимание. Я выделил пакет, который стоит 100 тысяч долларов, потому что это более-менее вменяемая инвестиция, о которой люди готовы еще говорить. Многих эта цифра пугает, а есть те, которые хотят блеснуть знаниями в сфере инвестиций и говорят, что там 1000 долларов, это ерунда, даже не интересно об этом говорить. Вот если бы там 100, 200 и так далее. Так вот, инвестируя 1000 долларов, на выходе вы получаете возможность стать владельцем 150 тысяч долей нашей компании Skyway Trip. На выходе это потенциально 150 тысяч долларов. То есть, приумножение ваших денежных средств 150 раз. Как я уже говорил, у нас есть пакеты, которые вы можете приобретать в рассрочку. Это привычная линейка пакетов под названием Start Senior Stability Business. Она была запущена на шестом этапе развития нашей компании 23 января 2016 года. Сейчас, скажем так, по мере прошествия седьмого этапа и восьмого, изменилось что? Сумма инвестиций ежемесячно осталась той же 25, 50, 100 и 200. Время, в принципе, тоже. Единственно, изменился пакет Senior. Поначалу он был на 6 месяцев, сейчас на 8. Изменился уровень доходности. Потому что на восьмом этапе он ниже стал. Но, тем не менее, инвестируя суммарно 250 долларов, например, за 10 месяцев, вы на выходе получаете 22,5 тысячи долей нашей компании. Это выгодно. Если вы готовы инвестировать большую сумму, соответственно, дисконт у вас на каждом пакете выше. По каждому пакету есть дополнительные условия, которые позволяют вам еще, скажем так, помимо того, что вы получите гарантированно, получить на премиальный счет и потом оформить в виде пакета долей компании. У каждого пакета в разделе инвестиций есть описание условий. Всем вам рекомендую. И расскажите своим партнерам, что прежде чем купить расстрочку, нажмите кнопку подробностей и внимательно изучите, что там написано. У нас недавно с восьмого этапа появился пакет под названием бизнес-старт, который позволяет вам сделать две проплаты в течение двух месяцев по 300 долларов и получить 75 тысяч долей нашей компании. Либо, если вы готовы это сделать в течение одного дня, меньше чем за 24 часа, это можно сделать за две минуты, за два часа, вам дополнительно еще могут быть начислены 24 тысячи долей компании, то есть суммарно 99 тысяч. Это очень важно. По просьбе людей, проживающих на территории Центральной, Восточно-Западной Европы, которые сегодня активно развивают наш бизнес на территории своих стран, у нас появились пакеты где-то с конца мая, начала июня, с ежемесячным платежом от 500 долларов в месяц на 10 месяцев до 5000. То есть сумма инвестиций вроде бы немалая, но и эти люди, которые готовы инвестировать в такие денежные средства, получают уже миллионы пакетов долей компании. То есть это потенциально миллионеры. От миллиона 150 тысяч долей компании до 14 миллионов. То есть это очень приличный день. Есть пакеты для приобретения в рассрочку на своих несовершеннолетних детей. И тут я опять же внимательно вам говорю, скажите своим партнерам, кем-то придет нам и зарегистрируется, чтобы внимательно читали условия. Данные пакеты можно оформить только на несовершеннолетних детей, которым от 0 до 17 лет. Три пакета, которые появились у нас с восьмого этапа под названием мультипликатор. То есть если вы готовы инвестировать ежемесячно 100 долларов, 250 либо 500, то к вам будут применены следующие условия, либо выгоды, которые вы приобретаете. К тем пакетам долей компании, которые у вас уже есть, добавятся те, что вы видите на данном экране. То есть по окончании выплаты данных на срочек. Причем вы ее можете уплачивать 10 месяцев, можете быстрее. Но что важно? Важно то, что в вашем личном кабинете те акции плюсуются к тем, что вы оплатили. И если вы выбрали первую рассрочку, то дополнительно на премиальный счет будет начислен 1% от всего того, что будет в вашем личном кабинете на тот момент. Если вы вторую рассрочку выбрали, то 2% на общее количество долей компании. А если третью, то 3%. Тоже очень выгодно. В особенности тем людям, которые сегодня владеют большим количеством пакетов долей компании Skyway Capital. К нам вернулся пакет Enotrans, который раньше стоил, скажем так, те же самые 1000 долларов в месяц. Правда уровень доходности был более, чем сейчас. И условия. Если раньше можно было делать 4 платежа по 1000 долларов и в итоге, скажем так, получать более миллиона долей компании Skyway Capital, то сейчас 3 платежа. Суммарно 3000 долларов. И если мы разобьем, то средний дисконт здесь будет 200. Потому что первый месяц вам выплачивают, точнее оформляют сертификат на 1000 долларов, если вы двигаетесь по этой линеечке. Да, у нас желтым цветом выгодно, если вы думаете данное движение. Если вы второй месяц выплачиваете этот пакет не позднее, чем через месяц после того, как купили первый, вам будет начислено 200 тысяч долей компании. А если вы еще купите третий, то вам начислиться еще 250 тысяч долей компании. То есть суммарно 600, средний 200. Есть пакеты долей компании большого номинала, который вы можете приобрести за 5, 10, 25 и 50 тысяч долларов. Данный пакет еще позволяет вам приехать на территорию технопарка весной и осуществить высадку своего именного дерева, начиная с 10 тысяч долларов в редкой эксклюзивной породе, как заявляет руководство нашей компании. И для тех людей, кто не безразличен к деньгам сегодня, тех, кто нам активно помогает развивать партнерскую структуру, свой, точнее, партнерскую структуру и свой партнерский бизнес, есть пакеты долей компании доступные только с денежных средств, с бонусного счета. То есть те люди, которые нам помогают привлекать инвестиции, компания с ними делится частью денег, которые к нам приходят. Так вот, деньги, начисляемые на бонусный счет, вы можете использовать на приобретение одного из четырех этих пакетов. Очень выгодный дисконт. То есть это как бы дополнительный плюс тем людям, которые хотели бы не только получать, как здесь написано, прибыль от каждого километра построенных раз в будущем, но уже сегодня, которые хотели создать свой собственный бизнес и помочь людям сделать то же самое. Это партнерская программа, которая строится благодаря информационной работе. То есть вы работаете с людьми, вы даете информацию, мы вам помогаем в этом, проводя вот такие мероприятия, проводя живые презентации. На этой неделе, кстати, в целом ряде городов и стран у нас проводится 40 живых презентаций. Вот одна из них сегодня будет в Москве. У партнерской программы есть целый ряд преимуществ по сравнению с теми партнерскими программами, которые существуют на земном шаре, а сегодня более 5000 компаний, которые используют различные маркетинговые схемы для привлечения, скажем так, инвесторов, либо для привлечения потребителей товаров и услуг, которые есть. У нас, как я уже говорил, инвестируя все 15 долларов, вы имеете возможность в дальнейшем стать крупным инвестором нашего проекта. У вас профиль может быть очень толстым и объемным. У вас никто не заставляет здесь делать какие-то обязательные закупки ежемесячные товарообороты структуры, минимальные, из которых вам что-то будет платиться. То, что сделаете, то ваше. До 20% от привлекаемых инвестиций непосредственно вами, то есть вашего первого поколения, вы здесь можете зарабатывать в соответствии от той карьерной ступеньки, которую вы достигли. У нас всего их 6. И в пятницу мы будем разговаривать по маркетинговому плану. У нас вчера было мероприятие. Завтра, кстати, в 18 снова будет у нас презентация компании Skyway Capital в этой вебинарной комнате. Поэтому приглашайте своих потенциальных партнеров, тем, кому это может быть интересно. Выплата вознаграждений по партнерской программе осуществляется вплоть до 24 уровня глубины. Никто вас не ограничивает в количестве тех, кого вы можете пригласить за собой в данный бизнес. И то, что я говорил, да, у нас бонусное вознаграждение выплачивается на бонусный счет и на акционы с квалификацией лидер. А это третья ступенька нашего маркетинг-плана. Акционные деньги, которые вам начисляются на этот счет, вы можете использовать только на приобретение пакетов долей компании. И то, что я говорил, если вы проинвестировали всего 15 долларов в США, ну вот, изыскали такие сумасшедшие деньги, да, больше у вас нет. Стали активным нашим помощником, работаете активно в сфере, скажем так, информации, даете информацию о нашем проекте, популяризируете его по мере своих возможностей, зарабатываете деньги, вам в итоге дорога, скажем так, одностороннего роста по нашим квалификациям. Выходите на квалификацию, когда начинается начисление на акционный счет, и дальше вы можете приобретать пакеты долей компании только с акционного счета, да, тем самым увеличивая портфель инвестиций. Это предлагается каждому человеку. Сделать его этот выбор или нет, решать вам самим. Для людей, которые активно готовы принимать участие в создании партнерского бизнеса, партнерской структуры, у нас есть целый ряд простых инструментов, их нельзя назвать идеальными, но тем не менее, если вы их будете использовать, они вам будут приносить доход. Это план вознаграждения, который можно скачать и на своем устройстве, мобильном планшете, мобильном телефоне, смартфоне или компьютере, да, просто давать информацию тем людям, которые вас окружают, посредством живого общения и показывая экран, либо в том же скайпе, поделившись экраном, да. Реферальные ссылки, которые являются вашим первым инструментом, благодаря которым люди регистрируются следом за вами, тем самым фиксируется товарооборот в дальнейшем и так далее. Баннеры для тех, кто умеет строить бизнес в интернете, у кого есть свои интернет-странички. Вы можете себе скачать HTML-код того баннера, который посчитаете нужным, нужного размера, нужного формата, установить его на своей интернет-странице и люди, посещающие ваш сайт либо блог, могут нажимать на этот баннер, переходить на наши инфоресурсы, ознакомиться с информацией, нажимать регистрацию, становиться вашими партнерами. Что, в принципе, происходит потому, что к каждому баннеру прикреплена ваша реферальная ссылка. И у нас есть раздел новостей в разделе события, каждую новость вы можете отправлять в социальные сети, в понравившуюся. Пишите короткое описание, нажимаете кнопку той социальной сети, в которой вы зарегистрированы. Ваши друзья, группы, в которых вы находитесь, могут получить информацию о том, что вы что-то разместили интересное. Люди переходят на эту информацию, дальше идут по пути нажатия, скажем так, по ссылке переходят на наши инфоресурсы. Нажатие и кнопки регистрации ведет к тому, что они также заполняют свои данные. Это ваши реферальные партнеры, потому что к новости изнутри личного кабинета, я делаю акцент, прикреплена ваша реферальная ссылка. К инструментам относится вот такой вебинар, который у нас сейчас проходит. Вебинары по партнерке. Вебинары, которые каждый день проводят наши партнеры из целого ряда стран. У нас на целом ряде языков, уже порядка на десяти языках проходят вебинары по нескольку раз в неделю. Когда-то мы начинали только на русском. Потом у нас появились, скажем так, первые партнеры из-за рубежа. У нас страны Балтии заговорили на своих языках, проводя мероприятия. А потом пошли страны Центральной и Западной Европы. У нас сегодня есть и французский, немецкий, английский, словацкий, венгерский, хорватский, польский. То есть литовский, латышский, эстонский, финский, шведский у нас проходят вебинары. Ну, русский в том числе. Плюс наши партнеры, которые проживают в странах СНГ, они на своем языке в своих вебинарных комнатах тоже могут проводить данные мероприятия. Далее, к инструментам относятся периодические промо-акции и те живые презентации, которые проходят, как я вам говорил, в целом ряде регионов и стран. Найти где и когда проходит какое событие вы можете легко зайдя в раздел событий личного кабинета, выбрав расписание онлайн мероприятий, либо оффлайн это в новом кабинете, либо расписание вебинара в старом личном кабинете и у вас высветятся таблички, где вы можете посмотреть время начала вебинара, какая тема, кто ведущий. Если вы будете, скажем так, ориентироваться на живые презентации, то внутри личного кабинета компании Skylight Capital там указаны фамилии ведущих, имена и их телефоны. А на сайте www.unitsky.com, ссылку на которую вы видели, когда мы говорили об Анатолии Дарача Низка, каждый понедельник выходит новость о расписании мероприятий на предстоящую неделю. Там и онлайн, и оффлайн мероприятия объединены в единое целое, разбиты по дням, по странам, по времени четко следуют, то есть начиная там допустим с 13.00 и пошло в годы 24. В том расписании у нас указано точное место проведения и время. То есть вы можете просто пообщаться с людьми, проживающими в том регионе, где у нас проходит живая презентация, увидев где это проходит, сообщаете место, время проведения, люди туда приходят, получают информацию, задают там свои вопросы, приходят, задают вопросы вам в скайпе либо посредством другого мессенджера, например. И могут стать вашими потенциальными партнерами, реальными партнерами. Вот то, что я вам рассказал, как я уже говорил по ходу нашего вебинара, отличная возможность для каждого из нас, для каждого из вас, для тех людей, которые вас окружают, стать частью крупного инвестиционного, инновационного проекта, который выводит в свет инновационную технологию. И вы здесь имеете возможность стать инвестором. Потому что я знаю, что огромное количество инвестиций, которые существуют на финансовых рынках, на биржах, там где-то еще, требует огромного количества денег, вложения денег и огромного количества знаний данного рынка, на котором вы хотите зарабатывать деньги. Неважно, будь то фондовый рынок, рынок Форекса, то есть там колебания стоимости валют на мировых рынках, рынок недвижимости либо что-то еще. Как говорил Роберт Киосаки, прежде чем стать профессионалом в какой-то области, он человек, который относится к миру инвестиций непосредственно, обучает финансовой грамотности людей, которые живут в разных уголках земного шара. Я, говорит, себе всегда отводил пять лет на освоение какого-то направления инвестирования. Вам здесь тратить такого количества лет не надо, не нужно иметь полную голову знаний в этом направлении, а достаточно следуя предлагаемой схеме, она проста. Делять информацию с окружающими людьми, задавая вопросы специалистам, которые у нас работают в Москве по нашему проекту, стать совладельцами какой-либо доли нашей компании и в итоге попасть в состояние, которое называют, если вы читали книжку Стивена Кови «Всем привычек высокоэффективных людей», она просто такая, но очень интересная, простая и мудрая. Есть такое состояние, когда выиграл – выиграл. Вот в этом состоянии мы с вами можем быть. Могут выиграть клиенты, наши партнеры и выиграть компанию. И в итоге выиграет весь мир, потому что мы данную технологию сможем реализовать, у нас экология станет чище, мы быстрее сможем передвигаться, люди смогут передвигаться по планете, платя гораздо меньше деньги, гораздо комфортней. Это все, что может прийти в нашу с вами жизнь технологии SkyWay и благодаря вашим шагам в том числе. И вот все, кто из вас уже стали партнерами, я, наверное, вам хочу сказать огромное спасибо, потому что вы нам помогли приблизиться к тому моменту, когда мы будем это все реализовывать, показывать, демонстрировать, устроить. Спасибо вам огромное. У меня на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, ну давайте попробуем на них ответить. Такие презентации у нас проходят сейчас в формате три раза в неделю. Когда-то я говорил на вебинарах, наверное, на позапросшей неделе, что возможно по четвергам у нас изменится формат и очень высока вероятность, что это случится. То есть идея возникла когда-то в моей голове. Дай бог, не буду сейчас ее озвучивать до конца, все это, скажем так, реализуется. Вы сможете по четвергам видеть интересные презентации непосредственно из сердца компании, из города Минска. Если все это будет реализовываться, сделаем рассылку. В этой рассылке мы разместим, скажем так, ссылку, по которой вы сможете задавать свои вопросы, которые у вас есть по технологии. Ну и дай бог это после демонстрации на удре технологии на территории технопарка и окончания выставки в Москве состоится. Я буду очень рад с вами общаться и встречаться на этих мероприятиях. Но одно могу сказать. Не так много людей на этих презентациях есть. Всегда приятно рассказывать даже двум-трем людям, которые есть. Но когда им больше, оно, конечно, интереснее. У людей могут быть вопросы и так далее. По большому счету задача партнера компании Skyway Capital, она связывается, сводится к тому, чтобы на этих мероприятиях были люди. В принципе они организованы для вас. Для поддержки вас, как партнеров, чтобы вы, скажем так, не сами рассказывали, как вы знаете ситуацию. В своем отечестве пророка нет. Я думаю, каждый из вас, кто сейчас находится в комнате, в этом убедился. И как не говорили вам наставники, что не рассказывай никому сам, давай я за тебя расскажу, либо пригласи человека на презентацию. Каждый из вас попробовал рассказать кому-то сам. И каждый из вас получил либо зуботычину, либо лишний синяк, скажем так, в вашей ауре. Потому что большое количество людей вам уже отказало. И кто-то на этом остановился, подумал, что нет, я, наверное, никогда не смогу. Но вы знаете, есть очень хорошее выражение, которое я тоже запомнил из книг, из общения с людьми, которые достигли больших результатов, в том, что сковородка, стоящая на огне горячая, каждый убедился лично сам. Правда? Поэтому все равно лучший способ донесения информации до своего ближнего круга, а именно отсюда, как мы не хотели, именно из ближнего круга в основном в нашем бизнесе появляются приверженцы и последователи, да, то есть, да, приходят люди посредством интернета, да, как бы так, у какого-то количества людей это получается, но одна из важных вещей, которая существует в мире партнерских программ под названием дубликация, да, она очень сложно работает, когда вы работаете с незнакомыми людьми. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, то, что говорит наставник. Давай я вместо тебя расскажу, да, либо пригласи людей на мероприятие, которое проходит вживую, либо здесь в онлайн. А потом уже будем общаться в скайпе и так далее. И вот, в принципе, если схема, если вы ее запустите, да, и будете приглашать людей не на то, чтобы снять с них денег, а чтобы решить их проблемы, предварительно с ними просто пообщавшись, не о технологии, не о деньгах, которые не могут заработать, не они, не инвестиции, да, не пытаясь вспоминать мудрые фразы из книги Бодда Шейфера и как бы человека хитро пригласить куда-то, а просто пообщавшись с ними, как с людьми, да, вот просто поговорили, как с хорошим приятелем, если они такие у вас есть. И узнав человеческие, скажем так, проблемы, не с точки зрения надавить на больное место, да, а просто сказать, «А ты знаешь, вот ты мне рассказал вчера, например, вот о том-то, о том-то, я знаю, как тебе помочь». Он говорит, «Да, а как?» «Ты знаешь, сегодня в 18, я тебе сейчас за 10, без 10, 6 приду, например, домой, сброшу ссылку, ты по ней зайдешь, мы с тобой вместе по присутствию на одном мероприятии и после него пообщаемся». Вы ничего не сказали. Я не хочу сказать, что нужно специально там, как бы, что-то умалчивать, да, недоговаривать и так далее. Человек может спросить, а что это? Ты можешь спокойно ответить. Ты знаешь, лучше, если ты увидишь это сам, потому что я, скажем так, вот и сейчас вникаю, и мы с тобой вместе, двумя головами решим, что с этим сделать. То есть, по сути дела, вы где-то попросили человека совета, да? Вот и все. Итак, коллеги, спасибо за внимание, спасибо Светлане, Игорю и Евгению, что написали, что это правда, хотя есть очень интересное выражение, касаемо и этого слова, да? Правда, это набор фактов, выгодных в данный момент говорящим. А есть истина. И не всегда это одно и то же. Спасибо вам всем за внимание. До новых встреч на наших вебинарах с кем-то, возможно, вживую, потому что будет проходить целый ряд живых мероприятий, возможно, на которых посчастливится побывать, да? Ну и до новых встреч. Здоровья, любви и денег, отличного вам вечера. Запись данного вебинара будет выложена на нашем канале вебинаров YouTube. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.